Животи Петрович, Юрий Дубровский, Вячеслав Гуллер и Николай Нерс представляют программу «Узнать за 60 минут». Мне уже тошно красить глаза, носить увеличительный бюстгальтер, засовывать поглубже свою напористую инициативу. Пойдем сразу ко мне, а то потом у меня футбол с пацанами, быстрый секс встала и пошла. Так, друзья, это никакое не интервью, это просто два лучших, не побоюсь этого слова, друга встретились, чтобы поболтать. А я буду изображать сегодня из себя звезду, как будто я имею право давать интервью и что-то из себя представлять. Но поскольку напротив меня мой любимый Коля, мне будет легко быть откровенной, потому что мы с ним дружим уже много лет. Несмотря на целую пропасть между нами в виде, наверное, 20 лет разницы, кстати, я потом выяснила, что он женат на моей ровеснице. Так что у меня никаких шансов. Но Коля, он такой, он просто меня каждый раз вскрывает, распечатывает, откупоривает или откупоривает, уже не помню. Так что, может быть, сегодня я приоткроюсь и расскажу вам что-то очень интимное про себя. Предвосхищаю вопрос. Это всех беспокоит. Дарья Мацкевич. Это псевдоним или настоящая фамилия? Значит, Дарья Мацкевич – это мое имя, с которым я родилась. Мацкевич – это фамилия моего отца. Да. И я дважды выходила замуж за одного и того же мужчину, но он меня не убил за то, что я не взяла его фамилию, а оставила свою. Потому что там, где я нахожусь, как бы заканчиваются мацкевичи. Мне не хотелось терять эту фамилию, и я хотела ее продолжать. Вот. А дети мои носят фамилию мужа. Ты действуешь вообще по жизни под напором эмоций, или у тебя есть разум и внутренний голос, который тебя останавливает? Естественно, и разум, и эмоции мною руководят вдвоем. Но, прямо скажем, я под воздействием эмоций нахожусь часто. Меня иногда несет, и я только и только успеваю уворачиваться от скал, несусь на этой бешеной моторной лодке по бурливому морю. То есть, и то, и другое. Но я не сказала бы, что я такой совсем эмоциональный человек, что я прямо не могу держать себя в руках, истеричка и так далее. Ну, то есть, вполне спокойная, но нетерпеливая, ужасно нетерпеливая. Просто бешеный, тревожный хомяк и электровеник. Я выросла во взрослую тетеньку с глазами беспризорного щенка из-за недостатка тепла и внимания взрослых в детстве. Прокрути всю свою жизнь, пожалуйста, и ответь на вопрос с оценкой от сегодняшнего дня. Совершала ли ты когда-нибудь какие-то подлые, некрасивые поступки? Возможно, даже какие-то пошлые. Слушай, я совершала подлые, некрасивые поступки. Однозначно. Я совершала их, почему-то большую их часть в детстве. Потом, когда я уже осознанно начала жить свою взрослую жизнь, я гораздо реже совершала. Ну, причиняла боль, так скажем, людям. А вот в детстве, в подростковом возрасте я допускала что-то такое. Допустим, мне всю жизнь стыдно, что я однажды взяла на поруки бабушку в соседнем доме. Очень много с ней возилась, возилась, возилась. Весь класс заставила с ней возиться, возиться. А потом просто слилась, просто бросила ее и все. И есть за мной такое. То есть я бросаюсь в спасательство, потом исчезаю. Это вот какая-то у меня такая странная черта и какой-то у меня сценарий, с которым я борюсь. Во-первых, не бросаться в спасательство. Во-вторых, не бросать людей, которых ты тем более уж приручила, относиться к ним бережно. Но я тебе хочу сказать, Коля, что больше всего поступков дурных, подлых, ужасных и предательских я совершила по отношению к себе самой. И, может быть, если бы я так не относилась к себе, обесценивающе, я бы и к людям бережнее относилась. Вот так. Великолепная Дарья Мацкевич. Это моя оценка личная, я имею право, как автор этой программы. Как часто ты доверяешь интуиции? Вот как часто тебя выручала твоя интуиция? Моя интуиция – это напрочь слепо-глухонемое существо, если оно вообще есть. У меня нет интуиции. Ну, мне так кажется. То есть я к ней не обращаюсь, я к ней не прислушиваюсь. И не особо ей верю. У меня есть внутреннее понимание, внутренний голос, как нужно себя повести. И тот я не всегда слышу. И очень часто мне надо спросить у тысячи людей, прочесть в тысячи статьях, увидеть в тысячи видеоблогах или фильмах ответ на похожий вопрос, чтобы вытащить из себя свой. Поэтому интуиция – это то, что, мне кажется, не присуще. Читаю инструкцию к таблеткам против курения. После завершения курса лечения пациент должен проявить волю и не разрешать себе выкуривать ни одной сигареты. Я знаю ответ, но я спрашиваю. Как ты относишься к такой ситуации, когда все плохо, а тебе приходится говорить, что все хорошо? Ты вот как в воду глядишь, Коля. Я последние несколько дней только и занимаюсь тем, что на вопрос «как дела?» Я говорю, что все хорошо, тогда как у меня не все хорошо. Но здесь я руководствуюсь тем, что людям вообще не обязательно знать, что у меня что-то неладно. Особенно людям, которые сразу начнут включаться в помощь, узнавать подробности и так далее. Я просто берегу людей и не всегда рассказываю им, что на самом деле со мной происходит, потому что необязательно рассказывать все. Вот и все. Даша, ты такая непотопляемая вообще железная леди, но скажи, что-то тебя может заставить краснеть или смущаться? Бывают такие обстоятельства? Да, ты знаешь, я до сих пор краснею иногда, если человек очень значимый для меня, ну, переходит мои границы. Ну, бывает, что краснею, но я даже не знаю, меня это не смущает. Ну, как бы, да, я вот такая, я живая. Я могу и покраснеть, и... Да, Господи, мне присуще столько разных глупых слабостей. Допустим, я ужасно забывчивый человек, я ужасно рассеянный человек. Уж сколько есть историй, когда я ходила с расстегнутой ширинкой по администрации города, мэрии там или еще где-то в общественных местах, этих историй не счесть. Или с волочащимися за мной наушниками по городу или еще что-нибудь. Ну, я вообще абсолютно такой рассеянный с улицы бассейна, и поэтому... Слушай, ты женщина, тебе все вращается, даже вот не абсурдаешься. Ну, не знаю, не знаю. Ну, в общем, я такая немножечко... Но приходится краснеется. Нелепая. Краснею, да, иногда, но... Наверное, нечас такой. Каждый мужчина проходит тест на наличие антител к жадности. Когда приходит время платить в ресторане, и девушка начинает плавно тянуться к своему кошельку. Как ты относишься к макияжу? На всех твоих постах я вижу тебя с великолепным макияжем. Ну, а в жизни как часто ты используешь это слово? Ага, смотри, я очень люблю макияж. Я крашусь часто, я крашусь даже на выходных. Но при этом я очень люблю ходить и не накрашенная. Вот, у меня бывают такие моменты. Я хочу сказать, что несмотря на то, что я психолог-консультант, я, как я люблю говорить, травмированный психолог-консультант. Кстати, я уже говорила, что травма психолога – это его квалификация. То есть, если у него есть травма, значит, наверняка этот человек, ну, если не поможет, то, по крайней мере, у него все шансы вас прочувствовать, принять, понять и так далее. И помочь даже. Вот, поэтому у меня большая проблема с любовью к себе, как бы, с детства. Вот, поэтому я учусь, я даже сейчас, вот мне 47 лет, я учусь принимать себя, любить себя. Как я это делаю? Я с утра встаю, подхожу к шкафу, вот к этому, и говорю себе, вот я сейчас буду одеваться для себя. Вы не представляете, я всю жизнь, черт возьми, одевалась для кого-то, для людей, которые меня будут видеть на улице, для моего офиса, для моих сотрудников, для моих начальников, для моих коллег, для людей, которые будут в клубе или на дне рождения, для мужчины, которые мне нравятся, для, там, еще, 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 для мамочек в детском саду. То есть, все время для, 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 для. И только сейчас я начинаю подходить к шкафу и говорить себе, блин, а вот что бы я хотела бы надеть, не глядя на себя чужими глазами. И у меня получается, и это очень здорово, вот. Это один из таких инструментов к тому, чтобы прийти к себе, к себе, вот. А макияж мне просто нравится. Правда, я не скажу, что я хорошо крашусь и умею это делать. Ну уж как умею, так умею. Мы все, вот дети 90-х, мы начали краситься в 12, в 13 лет. Это было наше девчачье, пожалуй, единственное развлечение. Поэтому мы все обожаем краситься. Вот женщины моего возраста, вы часто видите их с перебором косметики на лице, но потому что у нас других удовольствий не было в нашем подростковом возрасте. Ни у одной кошки не было столько имен. Кассандра, Ктунху, запятая, клякса, нечистая, сатана. Мы ее теперь зовем Мартиша. Я долго терпел твоих хвостатых, клыкастых, которые ходят за креслом. Две... Надо, чтобы они тебя не наставили. Нет. Две кошки. Две кошки. И собачка у тебя на руках. Две кошки и собашка. Собашка. Вот. Вот как ты считаешь, животные, твои животные, испытывают какие-то эмоции? Вот смотри, прямо не идет. А сейчас придет. В общем, сообщество кошек и собачек в твоей квартире, они живут своей жизнью. Ты замечаешь их в своей беготне ежедневной? Какой-то пример. Смотри, во-первых, кошки и собаки занимают в наших семьях место недостающих членов семьи. Это немножко мои дети, немножко мои сестры, братья, друзья, я не знаю. И, наверное, кто не прочувствовал это, не поймет. Меня очень тянет к ним иногда. Вот мы с тобой были на даче у меня. Я, допустим, на даче зазерняюсь, заряжаюсь, провожу там время в уединении. Меня начинает тянуть сюда, потому что здесь они. Вот, допустим, Магнус. Вот я его поймала. Это кот, который вообще-то приходит ко мне под одеяло каждую ночь. Обожаю. Причем у меня аллергия жуткая на кошку. И астма на кошек. В какой-то момент я просто себе сказала, хватит. Я хочу и точка. И профессор-иммунолог, который меня лечит, она мне говорит, ну, конечно, ты в таком состоянии окружила себя зверофермой. Я на нее смотрю и говорю, ну, вот это мой выбор. Я не могу ничего с этим поделать. Я лучше буду на таблетках, на препаратах и на каких-нибудь, не знаю, уколах, вакцинах и так далее. Но от животных я не откажусь. Они оттягивают у меня стресс. И вообще мне необходимы просто животные. Это какая-то дорогая порода, ты... Ой, сразу, блин. Слушай. Пусть они не поймают. Не поймать. Нет, они придут к тебе. Короче, я тебе сейчас расскажу. Вот так со мной происходит постоянно. Ну, не постоянно, а происходит всю жизнь. Я утром просыпаюсь и понимаю, что я хочу кота. Вот хочу кота. Я открываю специальный сервис, где люди торгуют всем подряд, в том числе и кошками. Нахожу кошку, нужную мне в ближайшем, там, каком-то городе, еду туда и покупаю эту кошку. И так у меня появился белый вот этот вот персиковый кот. Я обожаю породу ориенталы. Вот, я его купила, он оказался лишайный, я его вылечила, все норм. Проходит какое-то время, я просыпаюсь опять, хочу вторую кошку. Я надеюсь, это последний мой. Короче, я опять нахожу, значит, кошку. И вот у меня было понимание, кошка может быть любой, главное, чтобы она была черной. Я нахожу себе черную кошку, там же, и тут же срываюсь и покупаю ее. Она оказалась непородистой, коротконогой, косолапой, какой-то вообще странной, короткохвостой. Какое-то непонятно чудище какое-то, неизвестной природы. Но, тем не менее, я ее просто обожаю. Вот, теперь у меня есть две кошки и одна собашка. Старший кот это Магнус, потому что он такой по-скандинавски выглядящий. Я ему такое имя нашла. Кошку зовут Мартиша. Мы ей долго искали имя. Нам нужно было такое какое-то бесовское, дьявольское. Мы ее назвали Мартишей, как героиню семейки Адамс. Там жену звали Мартиша. Вот, и мы сейчас вот ее так называем. Да, вот она не очень похожа. Ну, а поскольку собаку называл муж, собака Парамон. Внезапно ко мне в Москву переехала мама. Выставила свою квартиру в Красноярске на продажу, а все свое имущество отдала мне. Когда-то из юридической карьеры и карьеры телевизионной ты выбрала телевидение. Вот скажи, пожалуйста, что бы ты поменяла в жизни, если бы вот эту взрослую фазу можно было начать заново? Что бы я поменяла в жизни? Какой хороший вопрос. Во-первых, я редко когда о чем жалею, когда вспоминаю свое прошлое. Вообще человек не прошлого. Не люблю переваривать свое прошлое. Есть только единственная история, которая меня не отпускает на протяжении многих лет. Ну, конечно, еще был период, когда я винила во всех своих бедах развод родителей и папу с мамой. Слава Богу, я из этого выросла. Поздновато, правда, ну ладно. Вот, так что о прошлом я, как правило, не жалею, но жалею, что не переехала в Москву раньше. Я переехала в Москву в 29 лет. И никто из родственников меня не благословил. Все сказали, ты с ума сошла. В таком возрасте не переезжают. Во всему городу были баннеры с моим изображением. Я там была типа звезда. И было глупо вообще все начинать с ноля. Но я понимала, что если я не уеду сейчас, то через 10 лет я превращусь... Почему-то я себе представлялась такой стареющий, уставший, упершийся в стеклянный потолок своим затылком, спевающийся, телеведущий. И как-то мне очень мрачно рисовалось мое будущее в городе Красноярске в тот момент. Городе, который я еще и всеми фибрами своей души не люблю. Я не знаю, как так сложилось, но меня туда привезли без моего согласия после развода. Привезла меня туда мама, сказав, что это ненадолго. И я сначала очень долго ждала, когда меня наконец вернут обратно на Урал, в Златоуст или Челябинск, к папе, к моим бабушке с дедушкой, которые меня до 5 лет очень много со мной возились, воспитывали меня. Когда я поняла, что никакого возврата назад не будет, я просто этот город не принимала вплоть до 29 лет. Мне иногда кажется, что каждый выход из дома был для меня болезненным. Каждый выход в магазин, каждый выход куда-то. В общем, я как не любила, так и продолжаю не любить этот город. При всем уважении к красноярцам в Сибири вообще особенные люди живут. И в Красноярске, в частности, очень глубокие, очень умные, очень человечные, очень культурные, развитые, добрые, ну, в общем, невероятные. Здесь я таких людей встречаю нечасто. Кстати, особенные породы. Сибиряки, красноярцы. Ну, вот город этот, он был для меня тюрьмой. И я уехала аж в 29 лет, я об этом жалею. Вот, с другой стороны, если бы я не уехала в 29 лет, у меня не было бы такого наработанного опыта, которого я достигла там, в Красноярске. И мне было бы сложнее ставить перед собой какие-то задачи, цели. Слава Богу, я живу в Москве. Господи, как я ее обожаю. Я иду по улице, я готова целовать дома. Целовать дома. Я готова обнимать людей. Я настолько люблю этот город, что и он мне отвечает взаимностью. И все мои обломы здесь. Я же уехала для того, чтобы расширять аудиторию, как телеведущая. Я, в общем, достигла на какое-то время своей цели. Пять лет вела программу на ТВ-центре. Каждую неделю я делала по большому криминальному репортажу. Потом я работала тоже в кадре. Но все равно той цели, которую я ставила изначально, когда переезжала, я ее так и не достигла. Я ехала, как телеведущая, классический случай, расширять аудиторию, выходить на федеральный уровень. Мне это не удалось. На федеральном уровне я так и не стала знаменита, как телеперсона. И я сейчас думаю, как же хорошо, что так получилось. Господи, как же мне не хочется, черт возьми, быть никакой телеперсоной федерального уровня вообще. Я закадровый работник, да. И, кстати, я не помню, рассказывала я вам или нет, но когда я в детстве смотрела титры любых программ, фильмов, мультфильмов, я думала, вот эти фамилии, которые потом идут в конце в титрах, над фильмом работали или над программой работали, я думала, это самые несчастные в мире люди. Они работают так близко к своей славе, но они никогда туда не попадут. И больше всего на свете, пусть это будет стройка, пусть я буду посудомойкой, пусть я буду чистить картошку, что угодно, белить потолки, но только не среди этих напечатанных фамилий, потому что это самое ужасное, когда ты работаешь на телевидении, но тебя никто не видит. И в конечном итоге это произошло со мной. Я нисколько не жалею, что я не в кадре на телевидении сейчас. Так сложилось. Не буду объяснять, почему, если вы умные сами догадаетесь. Но, в общем, если я хочу какой-то славы, я, в принципе, могу протянуть руку и получить ее сама. Трезвая жизнь начинается в полдень с надетой на голову вакуумной упаковки. Тошноты и лиц, из каждой поры которых сочится невыносимое безразличие. К вечеру ты чувствуешь себя измотанным, ты туп и глуп, без сна в глазу. У тебя более тысячи постов в Ютубе. Бесчетное количество постов в ТикТоке. И я прекрасно знаю, как создаются эти просмотры. Их нельзя накрутить. Не считаешь ли ты, что люди не слушают твои психологические практики, а просто смотрят на красивое лицо. Что ты красивая женщина. И очень приятно тебя видеть крупным планом, как ты себя снимаешь. Нужна ли твоя вот эта деятельность как психолога? Ты прав. Людям интересно смотреть, а ты кто такая? А что это она так говорит? А почему у нее такая манера разговора? Почему она решила, что она может так говорить? А еще у меня провокативный стиль. Я многих просто провоцирую на возмущение. Это фейсбук. Я читаю твои посты. Да. И поэтому, да, очень многие приходят просто посмотреть, но многие потом отмечают, что что-то им отзывается, что-то им помогает. И даже приходят из этих соцсетей ко мне клиенты. Какой-то процент людей действительно берет для себя что-то полезное из моих роликов. Хотя я учусь вместе с ними. Я вот начала вести психологический блог, будучи просто журналистом. Ну, с большим бэкграундом, журналистом, юристом, там, фитнес-инструктором, ну, никак не психологом. Вот. А поскольку мне эта тема нравилась, я ее развивала, развивала. Это была у меня скорее житейская психология, какая-то мудрость. Еще плюс мой бак училки. Я очень люблю поучать, рассказывать, чем-то делиться. И в итоге я поняла, что мне просто стыдно не учиться. Я пошла учиться. Я получила переквалификацию, стала психологом-консультантом. Потом я поняла, что это какая-то вообще, ну, не Филькина грамота, ну, как-то несерьезно. И я начала дальше учиться. Изучать одну модальность за другой. То есть я в постоянном обучении нахожусь в процессе образования. Узнаю что-то новое. И по мере того, как узнаю, я чем-то делюсь. Но вот сейчас у меня, допустим, я признаюсь, кризис. Я не знаю, чем делиться с людьми. У меня опустошение, пора какой-то, какого-то затишья. Я даже не могу выйти к людям и как-то их вдохновить, мотивировать. И поэтому я просто ушла в тень. Открываю ТикТок, а подписчики растут. Так что на самом деле, Коля, я тебе так скажу. Секрет в том, чтобы тиражировать себя. Тиражировать. То есть ты записываешь видео, во-первых, надо делать это постоянно, часто, по 5-6 видео в день или там в 2 дня. Вот насколько ты можешь делать, это часто и много. Вот настолько и делай. И потом, когда ты это сделал, нарезал, ты должен это растиражировать. Это должен быть. И ТикТок, даже несмотря на то, что он заблокирован. Фейсбук, Инстаграм, даже несмотря на препятствия. Это должен был быть канал в Телеграме, это должен быть Ютуб, это должен, это Рутуб, Дзен, все что угодно. Почему? Потому что, вот у меня растиражированы и мои рассказы, и мои видео, и шуточные, и стендаперские, и психологические, и всякие разные. Они у меня растиражированы везде. И практически везде, если так посмотреть, у меня полный крах, полный неуспех. Ну там, я вчера смотрела в свой Дзен, там действительно хорошие рассказы. Они офигенные, это потрясающего качества, как мне кажется, небольшие эссе. Я бы сама их оценила, но у меня там 6 подписчиков. Ну это же просто, это может так размазать самооценку, если бы я себя не тиражировала. И я точно знаю, что зато у меня в ТикТоке 240 тысяч подписчиков. Зато у меня, меня читают больше 6,5 тысяч людей там в Фейсбуке. Зато у меня есть там на 11 или 12 тысяч аудитория в Ютубе. Где-то да у тебя выстрелит, надо постоянно себя тиражировать. Вот и все. Просто мы же с тобой какие, Коль? Мы не можем ничего не делать. Вот это главное. Это главный нерв. Если ты родился таким, что ты не можешь ничего делать, как говорил Жванецкий, пиши только как писать. Вот когда ты уже не можешь, вот тогда пиши. Вот если ты такой, вот если ты со слабым мочевым пузырем, и ты не можешь не писать, то это большое счастье. Конечно, кто-то скажет, Господи, опять этот Коля, опять это Мацкевич. Чего она опять лезет? Сколько же можно? Скольких я раздражаю. Да плевать, но вот такая у меня травма. Я не могу себя не показывать. Я не могу молчать в тряпочку и не раскрываться публично. И слава Богу. Я потому что получаю от этого какой-то ответ от людей. И мне от этого тепло. Муж спрашивает, почему я ленюсь гулять с собакой? Меня украдут. Кто? Слышу звук без запилы и молотка с соседней дачи. Говорю первое, что приходит в голову. Джигиты. Бедные джигиты. Скажи, пожалуйста, таинственная незнакомка, как тебе дается все успевать? Ты пишешь посты в огромное количество. Ты их сама монтируешь. Правильно, да? Ты их размещаешь. И в ютубе, и в сетях. Это огромное количество времени. А что ты делаешь дома? Что входит в круг твоих домашних обязанностей? Как-то ты писала, что ты гуляешь с собачкой. Да. Вот. Ты готовишь, стираешь, убираешься в квартире. Скажи честно. Скажу, скажу. Слушай, у меня тут, по-моему, ремонт соседей затеяли. Мы не остановимся. В лучших традициях, короче. Значит так, ты не поверишь, но я помимо того, что я записываю эти посты, и тебе кажется, что это занимает много времени, на самом деле, нет. Я еще много чего делаю, но не расскажу, чего. Я очень свободолюбивый человек. Ну, просто нереально. И я не жена и мать в классическом понимании. Я такой, какой-то непонятный, на самом деле, во многом андрогинный или маскулинный такой фрукт, который в том числе имеет мужскую социальную роль. Я очень заточена под работу, под зарабатывание денег, а не под быт. Мне повезло с мужем, тем, что он, во-первых, спокойно смотрит на то, что я не готовлю там, как упоротая, потому что он сам любит готовить очень. И он меня кормит. И всех нас кормит. Убираться я фанат чистоты и уборки. Ну, раз в неделю или в две недели ко мне приходит уборщица. Это стоит небольших денег, но зато это приносит мне большое облегчение. Да, иногда я гуляю с собакой, но, как правило, я прошу об этом моих детей. У меня двое сыновей. Одному уже 23 года, сыну. Вот. И вообще можно все успевать. И даже больше. Достоинство мазохиста начинается там, где есть понимание необходимости осознанно делегировать, давать свободу вся и всем. Именно гиперконтролеры и властные люди носят при себе мазохизм как оборотную сторону жизненной модели. Как выглядит твой идеальный день на примере выходных? Вот суббота и воскресенье. Ты на работу не уходишь. Вот смотри. Идеальный день. Я поняла. Это офигенный вопрос. Я тебе потом скажу, почему и зрителям скажу, почему мой идеальный день. Ну, давай. У меня их несколько. Наверное, о некоторых я даже сама не подозреваю. И я тебе не скажу о самом сокровенном идеальном дне, но скажу о таком, который приближен к моей реальности сегодня. Мой идеальный день суббота. Проснуться, поучаствовать в забеге в соседнем парке. У нас на 5 километров забег каждое утро в 9 утра в субботу. Не каждое утро, а каждый суббот. Ты пробегаешь 5 километров? 5 километров. Это на самом деле немного, но я выплевываю свои легкие и чуть ли не умираю. Ну, короче, я... Это очень много. Пробегаю. Ты молодец. Спасибо. Короче, вот если день начался с бега, он уже прожит не зря. Потом, пожалуй, мне очень нравится одно кафе на Китай-городе. Я часто езжу туда просто по Москве на автобусе долго-долго-долго просто пялись в окно и медитируя таким образом. Я приезжаю туда, я захожу, и там мои любимые коктейли безалкогольные. Я провожу время в этом кафе. Я могу гулять по Москве. Я могу встречаться с друзьями. Что еще, что еще? Писать тексты. Я обожаю писать тексты, где бы они меня не застали, где бы это желание меня не застало, в метро, в автобусе, в кафе, где угодно. Я обожаю тайский массаж. Есть одно такое место в Москве. Коллеги открыли его для меня, мои любимые, подарив мне однажды сертификат. И с тех пор, когда мне очень плохо, я иду к тайцам, и они приводят меня в порядок. Я прямо иногда два часа подряд беру массажа, и меня это очень хорошо восстанавливает. Мой идеальный день – это наедине с собой, наверное, и в моих любимых местах, и за моими любимыми занятиями. Вот я хотел сказать, за твоими любимыми занятиями не по делам, то, что тебе надо, а вот чего ты ждешь. Да. Зависимым можно стать хоть от арбузов, хоть от бега, но музыка ворует жизнь взамен на сладкий обман. Она из мечтателей делает рабов, похищает время, уводит от реальности. Ты очень красивая, привлекательная женщина. И мужчины, и женщины часто говорят комплименты. Вот какой комплимент ты слышишь чаще всего? Ну, откровенно просто. Коль, я не часто слышу комплименты. Ты один из немногих людей, которые мне дарят комплименты. Я не знаю, почему. Может быть, потому что меня не за что комплиментить. Может быть, потому что люди не нарушают таким образом мои границы. Я не красивая, я обыкновенная. Красивый человек может быть для кого-то конкретного. Вот тебе я кажусь красивой, но это не значит, что я кому-то еще кажусь красивой. Для кого-то я обычная, для кого-то я вообще, наоборот, некрасивая. Лишь бы я сама себя хорошо ощущала. Поэтому с самого частого... А, вспомнила! Мне очень часто, всю жизнь говорят, что я похожа на Мерлин Монро. Наверное, сейчас в меньшей степени, потому что я в последнее время не блондинка и не с той прической. Но очень многие люди говорили мне, что я похожа на Мерлин Монро чем-то. Наверное, это звучит нескромно, но это факт, мне так говорили. Мерлин Монро глубоко травмированный человек. Есть даже такой синдром Мерлин Монро, который я обнаружила однажды у себя тоже. И, в общем, мы с ней даже кармически немножечко похожи, наверное. Я внесу дополнение, я просто скажу, что это Мерлин Монро похожа на тебя. О, ну вообще, ты, конечно, завернул. В чем ты находишь свое вдохновение? Что должно быть обязательно присутствовать в твоей жизни, чтобы ты села писать? Сам процесс написания текстов для меня уже источник вдохновения. Это каждый раз как какой-то квест. Выиграю я? Пройду я это испытание или нет? Получится у меня интересно? Посчитают это интересным или нет? И это каждый раз какое-то соревнование. И это уже азарт и вдохновение. Что касается видео, ну, нередко мне приходится прям заставлять себя его записывать. Я даже не знаю, где я беру для этого силы. Наверное, просто мне необходимо как-то светить себя и говорить с людьми своим изображением, чтобы получать от людей обратную связь. И чтобы они в том числе говорили мне, «Ты есть, ты существуешь, ты ок, мы думаем так же, спасибо». Вот эта вот связь с людьми, она меня подкармливает. Люди меня согревают. Они меня согревают своей благодарностью или своей реакцией, или своим вниманием ко мне. Это для меня важно. Выход к людям, в социум, через соцсети, это и есть источник моего вдохновения. Короткий вопрос. Какой месяц в году тебе больше всего нравится? Только месяц. Обалденный вопрос. Такой простой. Лучше перестань. Не, но он такой простой. Я никогда на этот вопрос не отвечала. Я сейчас с удовольствием на него отвечу. Значит, месяц. Мне очень нравится апрель. Мне очень нравится конец лета, начало осени. Как-то у меня конец лета, начало осени ассоциируется с такой острой, прямо горящей, как пламя, влюбленностью. И вот это время мне нравится. Шуршащие листья в парке. Багрянец. И я могу сказать, что я ненавижу ноябрь. Ужасно. И февраль. Нет, я не буду говорить, что готова все простить. И обид не помню я. Пидорас. Сдохни, мразь. Ты воткнул в мой живот тысячу кинжалов. Ты забрал мое время. Ты протоптал мне носогубные складки. Ты растянул мою вульву. Ты обещал и сбежал. Ты даже не трусы. Ты трус. Какой твой утренний распорядок? Находишь ли ты время для пробежек? Смотри. Я требую честного ответа, потому что я тоже могу сказать, что я бегаю, но я бегаю раз в неделю, допустим. А ты написала, что ты бегаешь каждый день. Симитра. Я каждый день пробегала где-то около года. Каждый день в любую погоду, в дождь, в снег, по льду, по буеракам, по лужам, по чему угодно, в темноте, значит, почти год. Потом я нашла себе с помощью доброй подружки такого хорошего олдскульного тренера. И я сейчас занимаюсь онлайн дома с тренером с силовыми нагрузками. А пробежки теперь происходят у меня иногда. Держи. Держи свои животные. Не гадеть. А бегаю теперь я иногда. Коля, я сегодня, допустим, встала в 4 утра. Это моя мечта вставать в 4 утра. Вообще, я встаю в 5. У меня будильник стоит на без 10, по-моему, 5. В общем, чтобы побольше успевать до работы и проживать до работы целую жизнь. У меня такая задача. И этому меня научила один человек, за что я ему очень благодарна. Поэтому до своей работы я успеваю заняться спортом, привести себя в порядок, привести дом в порядок. Я успеваю помедитировать и если мне надо, я успеваю записать какие-то видео. Именно с утра. Вот, собственно, для чего мне вставать так рано. Ну, слышал о каком-то изобретении, которое тебе попало в руки и ты жадно его эксплуатируешь. У тебя есть трехколесный друг. Но в квартире я его не увидел. Да, он у меня сейчас на даче. Короче, у меня в детстве не было велосипеда. И когда я выросла и мне стало 43 года, что ли, я пошла и купила себе трехколесный. Потому что на двухколесном меня так и не смогли научить кататься. Я все время заваливаюсь на бок. В общем, в итоге я ездила на трехколесном велосипеде у себя по району. Вызывала жуткую зависть у всех пенсионеров. меня тормозили и говорили, где я такое взяла. Потому что сзади еще такая корзина, куда можно что угодно поставить. И теперь я на даче просто езжу на нем. Ну, в условиях города, наверное, сложно тебе здесь маневрировать. Это все-таки транспортное средство. Это не велосипед. Я отсюда доезжала до ВДНХ и обратно. Правда, я однажды так наездилась по городу на трехколесном велосипеде. Там же его надо тягать по переходам. Он очень громоздкий, тяжелый, неповоротливый. Что я пришла домой после этой поездки, легла в позе морской звезды и просто пролежала так 12 часов, потому что у меня болело все просто. Ну, классная штука. Бен Аффлек зашел в номер, не глядя налил виски в бокал и опрокинул его залпом. В этой жизни ему остался только этот обжигающий дубовый вкус. Никаких других он чувствовать больше не мог. Если бы ты писала книгу, это такой блиц уже пошел, если бы ты писала книгу, как бы ты ее назвала? Ну, ты вообще должна написать книгу. Твои посты заслуживают отдельной книги. Хрен с ним, как ее назвать. Главное придумать сюжет и о чем книга. Вот это самое сложное. А уж как-нибудь назовем. Да, я хотела бы написать книгу, но когда я думаю, какая армия графоманов пишут книги безустанно и каждый день их издают, и их никто не читает, у меня опускаются руки. Я читал твои посты, я тебе гарантирую, что это очень серьезные литературные работы. достойны самой высокой оценки. Даже несмотря на то, что ты мужчин с канализацией сравниваешь часто. Особенно последний пост, вообще ужасно. Я, между прочим, в 2014 году написала. Я просто его откопала и решила переупубликовать. У тебя огромная квартира. Есть ли у тебя место, где ты работаешь наиболее продуктивно? Но у тебя удивительно хорошие балконы. Вот я подозреваю, вдруг ты работаешь на балконе. Я на балконе и работаю, и сплю. Я все лето сплю на балконе. У меня там кресло-кровать, я там сплю. Значит, квартира у меня никакая не огромная, а маленькая, малогабаритная двушка. Из-за зеркал, просто кажется, что она огромная. И еще второе место, где я работаю, это кухня. Я работаю на кухне. Дарья Мацкевич, говоришь ли ты на иностранных языках? Это моя боль. Я не говорю на иностранных языках. Я честно пыталась, я честно старалась с разными и в группах, и индивидуально с учителями изучать итальянский. я каких-то, наверное, результатов достигла, но я уже все забыла и надо начинать по новой. В общем, с языками у меня плохо. Честный ответ, 5 баллов. Теперь про отдых. Какое у тебя самое любимое туристическое направление? Слышал, что ты была на Азовском море, вот этой знаменитой Кучугуры. И также я знаю, что ты отдыхаешь за рубежом. Это Гоа был, по-моему. Да, Коля, я фанатка Гоа. Я люблю Гоа. Очень. Я чувствую себя там, как в утробе матери. Когда я хожу среди грязных коров, собак, мусора и мух, мне становится хорошо, как в раю. Это гуашные мухи и гуашные коровы. Это не то, чтобы ты с собой едешь, везешь коров и мух. Я вообще еще очень люблю Италию, конечно же. Это для меня тоже место силы. Вот Италия, Гоа. Да, наверное, я немного где была, чтобы рассуждать. Кстати, мне очень нравится Будапешт. Я обожаю венгров за их любовь к купальням. Я тоже просто обожаю горячую воду. Это ванны, да? И обожаю бани и все, что с этим связано. Поэтому, когда я туда приехала, я просто из горячей воды не выходила. Даже на улице в холодное время года я умудрялась прямо на улице найти какую-нибудь горячую ванну, раздеться, залезть туда с кучей других людей и лежать там под звездным небом в минусовую температуру. Есть такая на сайте ссылочка на чай. Чаевые что ли какая-то. Что это? Расскажи подробнее, потому что я думаю, что если бы твои почитатели таланта узнали, что означает эта ссылка? Они заварили бы тебя деньги. Это в ТикТоке? Нет, в Фейсбуке, в Ютубе. По-моему, она не работающая. Я когда-то сделала себе такую опцию, есть такая, что типа чаевые присылать, у кого-то подсмотрела, но никто мне на чай так и не подал. Может, ссылка не работает. А может, ссылка не работает, я не знаю. Короче, я этот момент не докрутила. Хочу тебя поблагодарить за то, что ты нашла время для разговора. И, как видишь, все твои соседи по дому не посмели гудеть и сверлить и тарабанить молотками. И у нас все получилось. Спасибо большое, Коля. Ты знаешь, я хотела бы еще дополнить один вопрос твой, который ты задавал про идеальный день. Я хотела сказать, что есть такой очень классный инструмент, называется идеальный день. Если ты представишь, какой твой идеальный день, а хорошо бы еще это написать или записать на видео или аудио, то у тебя в руках мощнейший инструмент, потому что все, что ты расскажешь, это твой ресурс. Ты можешь из этого своего воображаемого идеального дня вытаскивать что-то, чтобы наполняться. Поэтому вот пройдите это упражнение, расскажите самому себе про идеальный день и пользуйтесь именно в этом, внутри этого рассказа то, что вас наполняет, то, что дает вам силу. Все. Иногда хочется, чтобы кто-нибудь сказал садись и налил мне свежий чай. Достал из духовки черничный пирог и отрезал самый хрустящий кусок с расплавленной сахарной пудрой. Ну, расскажи все от начала до конца, продолжил бы этот кто-то и посвятил бы мне свою внимательную вечность. А потом достал бы конверт с билетом в один конец и увез меня в аэропорт тем же вечером. А на пропускном пункте сказал «Не возвращайся». «Не возвращайся»» «Не возвращайся» Продолжение следует...